21 кандидат в депутаты отказался от предвыборной гонки. Об этом сегодня сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Таким образом, на 110 мест в парламенте претендует 504 человека. Однако и эти цифры могут измениться. Участники ЦИКа рассмотрели жалобы, говорили и о создании безбарьерной среды на участках для голосования. Кроме того, Центризбирком утвердил документы, на основании которых избирателям будут выдаваться бюллетени. Это список граждан и паспорт. Заменить его смогут военный билет, удостоверение госслужащего, водительское, пенсионное удостоверение при наличии в нем фотографий, студенческий билет, а также справка органов внутренних дел для граждан, утративших паспорт. Также на заседании озвучено предложение включить в список таких документов свидетельство инвалида. Я думаю, что мы все-таки проводим выборы, ну, все совершение. По крайней мере, они становятся все цивилизованнее. Это, во-первых, определенная вежливость и терпимость к инакомыслию, к чужому мнению. И более всего, меня, конечно, порадовали, наконец-то наши местные власти начинают работать цивилизованно, отводя достаточное количество мест для проведения сначала пикетов по сбору подписей, а затем предвыборных мероприятий. На днях завершится регистрация кандидатов в члены Совета Республики. Так, среди претендентов, сенаторы много известных фамилий. Нынешний спикер Верхней Палаты Парламента Михаил Мясникович, председатель Федерации профсоюза Беларуси, руководитель РНПЦ трансплантации органовой ткани Олег Румо, министр труда и соцзащиты Марьяна Щеткина. Сегодня Центр избирком дал свое заключение о правомощности их выдвижения. Сами выборы пройдут с 25 августа по 13 сентября на заседаниях местных советов. Итоги же должны быть подведены до 30 сентября.